Дятел стучит. Ого! Ого, дятелы как стучат! Перестукиваются! И такое ощущение, да, Света? Как будто бы они каким-то таким аппаратом... Ну да. Всех витаю, дорогие мои друзья. У них такое, да? Да-да-да. Витаю. Сычи мою перекликаю Тая семья Пошли отстанем от своих. Сегодня хорошая очень погода, комфортная. Просто жарко 26 или сколько градусов. Девушки бегают здесь. Потому что бедистые ездят. Поэтому погода такая хорошая. И птички сегодня, и сороки пели, вот шли мы, и всякие синички, и дятлы все вышли сегодня. Потому что погода замечательная, солнечная. А мы, как всегда, идем по лесу, не знаю, будет ли слышно, как дятлы стучат. У моего сына Азиза сегодня день рождения. Поэтому такой хороший день. Сегодня у меня родился... 23 года назад родился такой сынуля, который мне подарил смысл моей жизни. Мой самый родной родился сегодня. Жизнь прекрасна и замечательна. Если бы вы еще слышали ароматы, какие сегодня... Если бы обычно тоже ароматом пахнет лесом, хвойным. Но сегодня какой-то особый аромат. Какой-то спелый дыни, что ли. Я не знаю, чего-то очень спелого. Такой прям. И дождя не было. Как только я начинаю снимать, сразу же отстаю от них. И сейчас мы пойдем на полянку делать упражнения. И там я вам сниму тоже. Все, убежал догонять. Катись на нам, пропой, веселый ветер. Веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете. И все на свете песенки слышал. Спой нам ветер про дикие горы. Про звериный запутанный слевый. Про птичьи разговоры. Про сильные просторы. Про смелых боевых. Про смелость боевых побед. Кто привык за победу бороться. С нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеет. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто ищет, тот смеет. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет. Парам, 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 пара. Пара, рура, 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 рура. Парам, 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 парам. Парам, 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 парам. Парам, 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 парам. Видишь, вон, какие-то соорудили. Что людям делать в карантине? Бедные что-нибудь уже сами. И смотрите. Какой-то праздник. Ага, может быть и праздник даже. Смотрите. Сено вот. Посидеть даже можно оказывается. Вот обычно вот на этих тренажерах мы тренируемся. Тамара, покажи, как мы тренируемся. Растяжки просто делаем. Не тренируемся, да? А просто упражнения такие легкие. Да. У нас сначала с головы, либо начали. Да. Голова, шея, плечи. Вообще надо сначала... О-о-о. Балерина. Павлова. Я знаю. У меня вообще стена не разгивается. Разогнись хоть. У света рука болит. Вот это надо сказать тебе. Я тут знаю всеми силами. Пусть люди знают. Может тебе подскажут, как ее лечить. Так мне уже подсказали. Что? Надо зарядки делать. Я сейчас покажу, как надо делать. Показывай. Я делаю каждый день. Ну, а чего у тебя начала рука болеть, расскажи сначала. Почему начала болеть? Да. Я когда ходила пешком, транспорт не... Не было же транспорта. Я ходила пешком. И, видимо, простудила. Ну, идешь когда, то жарко же. И спина у меня, видимо, мокрая. А потом захожу, ну, перехожу дорогу. А там ветер. Среди домов такой сильный ветер. И сразу прихватывает. А я ж не один день ходила. Вначале так незаметно было. А потом несколько раз я надолозна. Тепло оденешься по дороге. Жарко разденешься по-любому. А холодно еще хуже. Ну, в общем, не знаешь, как одеваться. А тогда же была то жара, то утром прохладно. А я утром рано выхожу. Ну, видимо, это сказалось. Я потом чувствую, что рука уже чуть-чуть не поднимается. Свету сколько раз просила сразу. Иди к врачу. Иди к врачу. А она нет, пройдет, пройдет, пройдет. Я пошла к врачу. Он сказал, что... Ты через сколько месяцев-то пошла уже? Да. Ой, забыла, как называется этот диагноз. Не поставили уже диагноз? Это сухожилие, вот это длинное сухожилие, что ли, которое держит вот это. Простыло, да? Он сказал. Или что? Не обязательно простыло. Это уже от возраста оказывается такое может быть. У спортсменов часто такие заболевания. Штанги, когда поднимают тяжелое, что-то оно... И не проходит у Света эта рука, да, что он только не делает. И не проходит. 20 раз в эту сторону. Сейчас я подожду, сниму, покажу. Да ты мокрая, что сейчас будешь. Да нет, уже вроде ничего. Так, 20 раз в одну сторону. И 20 раз в другую сторону. Надо вот так вот наклониться. И делать чем? И амплитуду. Больше, больше делать амплитуду. Это одно упражнение. Второе упражнение надо вот так. Зацепиться и вот так вот тянется. Третье упражнение еще есть. Так, поставить руку. И второе тоже желательно на шкаф или куда-то. И вот так вот простоять 2 минуты. Это 120 раз надо посчитать. 2 минуты вот так вот в таком подвешенном виде должна рука быть. 120 минут. А потом еще одно упражнение. И так поставим руку. И вот так вот поставим руку. И раз. Шесть. Тоже где-то минуты 2 вот так вот сделать. Ну это долгий процесс. Это не сразу. Это надо долго заниматься. Или уже лекарственным путем. Если уже не поможет, то уже буду делать вот сюда. Мне зрители посоветовали, что сам врач делает уколы. Сам врач делает уколы вот сюда. Клечо. Ну это уже крайняя мера. Я думаю, что спортивными упражнениями оно пройдет. Я еще каждый раз какие-то упражнения добавляю. Смотрю в ютубе. То, что мне посоветовали, как раз я и смотрю. И правильно. Оно иногда хорошо. Но когда погода меняется, оно чувствуется. Начинает вот отсюда до отсюда ломить просто. А когда хорошая погода, тогда не сильно болит. Так что вот такие дела. А так в принципе все делать можно. Все, что спереди делать можно. Главное, как этот врач говорит, не делай так. Это врач мне так сказал? Нет, это же анекдот есть такой. Да, какой? Доктор говорит, если я вот так делаю, оно у меня болит. Доктор говорит, не делай так. Так, пойду покажу. Всем привет. Турник хочешь снять? Давай. Турник нечего снимать. На турнике надо просто заниматься. Нет, я не турник. Я хочу Олега снять на турнике. На турнике просто висеть основным надо. Ну, если сил нету подтягиваться. Да, растягивает позвоночник, да, Олег. Если подтягиваюсь, то оно хорошо. Без рывков. Если без рывков подтягиваются, то хорошо. У тебя спина болит? Нет, ну, если подтягиваюсь, то не болит. А сколько ты сегодня подтянулся? Ну, в общем, пять раз что-то. Давно уже не занимался. Месяц, наверное. Медва. Пропустил много. Ложи ходили, а мы что-то не ходили на полянку. Как пахнет, да, хорошо. Просто класс. Тамара, ну, с ними как я буду делать упражнения. Да, и Олегу, потому что... Всех витаю еще раз, дорогие мои друзья. Покажу, как я занимаюсь. То есть мы все так делаем. Подальше надо отойти от сосны. Правда, дотронулся уже клейкое вещество. Ой. От сосны. Раз. Два. Главное не делать резко. Три. Четыре. Пять. В одну сторону. Ставь в другую сторону. Или можно сначала сделать в эту сторону 20 раз. А потом уже в другую. Но мы всегда делаем так. Раз. Два. Три. И так 20 раз. А ну давай. Попробуй. Это все, этот, как качайник. Да. Тарзанка, тарзанка. Я в тарзанке. Хоть бы не оторвалась. Не оторвалась. Смотри, какой канал. Угу. Тамара, отойди, и же у тебя не задеет. Ого. Скрипит. Ого. Тут это может задеть. Что? А то дерево отталкиваетесь. А то дерево отталкиваетесь. Расстояние маленькое. Кажется, надо вот так пройти. Вот от 100 дерева, наверное, не отталкиваетесь. А вот я не отталкиваю. Ну, пускай-то больше быстро врезается. Ага. Да, да. Ну, раскатили, получается. Не туда привесили, короче говоря. Да, это не спортивно. Это протекательное. А вот еще упражнение можно на баллоне делать. А ну, Олег, держи, я покажу еще. Еще очень простое упражнение, но очень действенное. Баллон поднимаем на выдохе. Ой, а коса мягкая. И на вдох. Выдох. Вдох. Мне надо задержаться немножко. Вот так, выдох. Ой, наоборот. Выдох, вдох. Подождите, вот так. Выдох. Вдох. Задержаться нужно. Ну, мягкий баллон, поэтому не задержаться. Еще раз. То есть правильно делать выдох, вдох еще. Я всегда делаю наоборот почему-то. Ну, можно я сейчас буду делать на чем-то твердом, не на мягком баллоне. Сосны руки стали липкие. На сосне, на сосне. Вот такая поляночка. Можно бегать здесь вокруг. Так, мне нравится эта полянка. А ну, вон еще канат. Там, орудия, есть дезинфицирующее средство? Олешка, дай у меня руки липкие от сосны. А ну, давай, сейчас будем снимать. Нет? Хотя-то не охота у меня в руках сил нет. На турнике что-то я сегодня... Перетрудился. Просыпаться уже, ну, руки дрожат что-то. Сейчас еще на турнике чуть-чуть и... Ох, и погода классная. Высоковато. Мне не хватает упора для ног, когда бы я вот так ползал. Дай мне дезинфицирующее средство. Я вот мои палки, кстати. Мои палки. Я хожу всегда с палкой. Мне нравится ходить с палкой. Как кому? Это я уже... Кто-то говорил, колени испортишь, колени испортишь. Я уже хожу. Сколько мы, Тамара, уже с тобой ходим? Ну, интенсивно это последнее время, а вообще мы давно уже ходим. А ну, брызни ко мне. Сколько месяцев, Олег? С июля мы, да? Июль месяц. Три месяца уже ходим. Угу. То есть, турников, да, даже на улице мы опрыскиваем. Салфетки нету мокрой? Мокрой, нет, такой обычный могу. У меня тоже есть обычная бумага. Нет, что-то это смола не промывается. Давай все. Дома промоется. Закончили, можем уже. Подожди. Я вообще сюда пришла первый раз и думаю, что это место отличное. Нам, если собраться, только сюда кушать надо. Не спортивный инвентарь, а кушать. Кушал, опять позанимался. На сене поспал, да? Прямо сено, пожалуйста, да. Детки на сене поспали, да? Посидел на сене, поспал на сене. В общем, рекомендуют же быть на воздухе во время ковида. О, Тамара, расскажи, расскажи сюда, расскажи, что рекомендует. Мы вычитываем, вычитываем все время, да? Побольше быть на воздухе. Это самое главное условие. Это быть на воздухе. В доме это очень... Надо быть как можно меньше. Я не знаю, зачем нас держали тогда в начале ковида. И сейчас идет вторая волна, говорят, даже страшнее. Но не надо ее сильно бояться, а нужно соблюдать... Да, все такие условия, которые рекомендуют. Говорят, цинк надо, витамины В3 допить. Это витамины такие, да. Не просто цинк, а витамин. Витамины В3, да. И воздух, воздух, воздух. Самое главное, много ходить нужно. Быть на воздухе, двигаться. Двигаться. Самое главное, больше всего надо двигаться. Значит, Олег, мы один раз ходим, это мало. Надо по два раза ходить. Пальцы туда дрожат, там дрожат. Ты что, пил? На то, наверное, занимался. И, конечно же, меры придутся. Вот это дезинфекция. Мыть руки. И мытье руки. Я руки дезинфицировал, поэтому у меня пальцы, дорогая. Масочный режим, говорят, не помогает. Очень даже помогает. В последнее время об этом уже... Ну, в общественных местах, а так задыхаешься все время ходить. Общественно, конечно, в общественных местах. Зачем здесь маска, например? Да, конечно, об этом и речь. Что в общественных местах маски. Обязательно, да. Да, сейчас. Если в очереди один за одним стоит, чихнет один раз, и все. Спасибо. Спасибо.